Основным автором проекта лёгкой противотанковой пушки ЛПП-25 был инженер-подполковник Сидоренко. Вместе с ним работали инженер-капитан Самусенко и инженер-капитан Жуков. Они составили тактико-технические требования к орудию, которые рассмотрели на кафедре артиллерийского вооружения и после широкого обсуждения утвердили для работы над проектом. Для проектируемого орудия выбрали калибр 25 мм, так как он был оптимален с точки зрения компактности и веса системы в целом, а также позволял достичь бронепробиваемости до 35 мм и выше. Пушка проектировалась, исходя из соображений максимального использования деталей и элементов систем, находящихся в производстве на оборонных заводах. Патрон проектировался оригинальный, но на основе существующих боеприпасов. От 25-мм автоматической зенитной пушки образца 1940 года был взят штатный бронебойно-трассирующий снаряд весом 295 грамм. А гильзу использовали от 37-мм противотанковой пушки образца 1930 года. Предполагалось получить начальную скорость снаряда 1200 метров в секунду. Общий вес системы ограничили в 230 килограмм. В то время промышленностью СССР были освоены сердечники из вольфрама для 12,7-мм патронов. Вес же снаряда для ЛПП-25 должен был составить 200 грамм, а начальная скорость могла увеличиться до 1400 метров в секунду. Из-за того, что снаряд с вольфрамом и сердечником был дороже в производстве, предполагалось, что в боекомплекте их будет не более 25%, а стрельба такими снарядами должна определяться особой инструкцией, например, при появлении тяжелых танков на дистанциях не более 300 метров. Расчетная бронепробиваемость у ЛПП-25 любым типом снаряда должна была превысить показатели противотанковых ружей. Ствол и казенник пушки ЛПП-25 были разработаны в апреле 1942 года, а общий проект был закончен и утвержден в мае на расширенном заседании при начальнике академии. После этого чертежи орудия были переданы в наркомат вооружения для изготовления. Ствол и казенник изготавливались на заводе наркомата вооружения номер 172 имени Молотова. Однако из-за того, что завод был занят производством 45-мм противотанковых пушек образца 1937 года, а также вопросами, связанными с пушками М42 и М6, выполнение заказа артиллерийской академии затянулось. Только после длительной переписки и личного вмешательства члена ГКО «Берия» в октябре 1942 года два разных ствола с казенниками были изготовлены и отправлены на завод номер 702 наркомата минометного вооружения в Ташкент. На заводе 702 были разработаны рабочие чертежи и собраны два опытных образца на разных лафетах и с разными стволами. Часть деталей были изготовлены складом номер 20 НКО в Ташкенте. В Академию обе пушки были доставлены в январе 1943 года. 30 января в Самарканде комиссия преподавателя артиллерийской академии провела осмотр и опробирование стрельбой первого образца. Ввиду отсутствия оборудованного артиллерийского полигона, а также штатной марки пороха, испытания провели по сокращенной программе. Характеристики противотанковой пушки ЛПП-25 первого типа Калибр 25 мм Боевая скорострельность 20-25 выстрелов в минуту Угол вертикального обстрела 7-11 градусов Угол горизонтального обстрела 30 градусов Вес пушки 240 кг Перевод из боевого положения в походное 8-10 секунд Пушка состояла из пяти частей Качающейся части Верхнего станка с подъемным и поворотным механизмом Нижнего станка с ходом Механизмом подрессоривания Передним сошником и станинами Щитового прикрытия Оптического прицела Качающаяся часть включала в себя люльку Тормоза от ката на ката Ствол моноблок с 12 нарезами Соединенный с казенником Направляющую муфту ствола Удерживаемую гайкой ствола Накатник и дульный тормоз Затвор с закрывающим механизмом С незначительными изменениями Был взят от 37-миллиметровой Автоматической зенитной пушки Образца 1937 года На верхнем станке Были смонтированы подъемные и поворотные механизмы Конструктивно схожие с аналогичными У классических противотанковых пушек К нижнему станку укрепились На шарнирах трубчатые станины Со стопорами крепления По боевому и по ходному Конструктивно нижний станок Представлял собой платформу С колесным ходом С механизмом подрессоривания И станинами Отдельного внимания Заслуживает колесный ход Колеса, надетые на коленчатую ось С кривошипами и рессорами Были взяты от мотоцикла ТИС АМ-600 С гусматиком вместо камер За счет формы оси Специальными вагами В походном положении закрепленными на станинах Орудие переводилось из походного положения в боевое И обратно В боевом положении колеса поднимались сверх А нижний станок специальным сошником упирался в грунт Считовое прикрытие было толщиной 3 мм Имело фигурную форму и наклон в 30 градусов Предназначалось для защиты расчета от поль пистолетов-пулеметов и легких осколков Оптический прицел с трехкратным увеличением и полем зрения 12 градусов Он предназначался для стрельбы на дальность 1000 метров Без установки угла прицеливания При стрельбах выяснилось, что начальная скорость незначительно меньше расчетной 1165-1180 вместо 1200 метров в секунду При стрельбе покрышки люка кормовой плиты танка Т-34 Толщиной 46,5 мм с расстояния 140 метров При угле встречи 90 градусов было сделано 9 выстрелов Попали два раза В край, получив пробоину с отколом брони И в центр, пробив люк на вылет Выяснилось, что дульный тормоз, сделанный по немецкому типу Слишком эффективен и поглощает энергию отката в три раза больше расчетного Из-за этого происходили короткие откаты И полуавтоматика орудия либо работала плохо, либо затвор не открывался вовсе При этом дульный тормоз был безопасен и не глушил орудийный расчет Был сделан вывод о целесообразности использования подобного тормоза и в других системах Пушка при стрельбе из всех положений ствола оказалась исключительно устойчивой Достигнуто это было за счет того, что в боевом положении нижний станок опирался на землю А сзади были разведены станины с упертыми в землю сошниками Орудие легко перекатывалось по пересеченной местности расчетом А малый вес и габариты позволяли закатывать его в кузов грузовика ЗИС-5 Или другую технику Предлагалось упростить конструкцию, убрав подрессоривание В этом случае стала бы возможна стрельба с колес Противотанковая пушка ЛПП-25 второго типа Второй вариант пушки имел значительные отличия Ствол имел больше нарезов Не было поворотного механизма Наводка по горизонту осуществлялась правой рукой за рукоятку на люльке Внутри рукоятки был размещен рычаг спуска Для регулировки усилия при повороте имелся ленточный тормоз Который использовался и для точной стрельбы при наведении в точку Например, при обстреле бойниц дотов Крепление щитового прикрытия было упрощено Колеса сделали съемными для переноски Оптический прицел ПП-9 После проведения испытаний комиссия Академии сделала выводы Что ЛПП-25 вполне современная артсистема Который может стать хорошим противотанковым орудием в сопровождении пехоты и танков По заключению комиссии пушка легко устанавливала в самоходной установке Могла применяться в авиадесантных частях Была простая и безопасна в эксплуатации Легка в освоении и сохраняла резервы еще большего упрощения Элементы выстрела могли быть быстро внедрены в валовое производство Комиссия сочла, что систему необходимо передать на полигонные испытания На полигонные испытания на Горховецкий полигон ЛПП-25 поступили в начале июля 1943 года Для них были изготовлены три типа снарядов Легкие подкалиберные, вес 163 грамма Штатный стальной и с вольфрамовым сердечником Так, для первого образца орудия перевод из походного положения в боевое составил 20-30 А обратно 26-45 секунд Ширина щита оказалась недостаточной Прицеливание было неудобным Из-за отсутствия предохранительного щитка Было возможно травмирование при выстреле Шкалы прицела были неудачны Последовала череда доработок В частности, изменен был щит Повторные испытания проходили в сентябре и ноябре 1943 года По итогам предпочтения было отдано первому варианту ЛПП-25 При условии устранения вновь выявленных недостатков Бронепробиваемость ЛПП-25, показанная на Горховецком полигоне, ГАУ, была следующей Штатный бронебойно-трассирующий снаряд от 25-мм зенитной пушки образца 1940 года Вес 286 грамм пробивал 45-мм броню под углом 60 градусов с дистанцией 340 метров Опытный легкий бронебойно-подкалиберный снаряд пробивал 60-мм броню под углом 60 градусов с дистанцией 500 метров 75-мм броню под углом 60 градусов с дистанцией 65 метров 90-мм броню по нормали с дистанцией около 200 метров Опытный бронебойно-подкалиберный снаряд от 25-мм зенитной пушки образца 1940 года С вольфрамовым сердечником пробивал 60-мм броню под углом 60 градусов с расстояния 400 метров 75-мм броню под углом 60 градусов с дистанцией 115 метров 90-мм броню по нормали с дистанцией более 190 метров, но не менее 300 метров Живучие ствола оценивалось в 600-650 выстрелов Несмотря на то, что пушка показала удовлетворительные баллистические свойства Удовлетворительную кучность, хорошую маневренность и маскировку на поле боя Простоту обслуживания, достаточную бронепробиваемость На вооружение она принята не была По своим характеристикам, опытная противотанковая пушка ЛПП-25 Была отличным легким орудием, хорошо подходившим для середины Великой Отечественной войны Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки, если видео вам понравилось Конечно же, не забывайте писать комментарии и подписываться на наш канал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok